На Петербургском международном экономическом форуме было анонсировано множество сделок, действительно важных для автомобильной отрасли. Например, в Москве собираются построить совершенно новый автомобильный завод, о чём договорились глава КАМАЗа Сергей Кагогин, мэр столицы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Предприятие задумано высокороботизированным, а его специализацией станет выпуск среднетоннажных и тяжёлых грузовиков объёмом до 40 тысяч машин ежегодно. Стройка продлится до 26 года, на что потратят больше 50 миллиардов рублей. Зачем КАМАЗу понадобились такие мощности, пока не ясно. В прошлом году камский автогигант собрал как раз 40 тысяч машин, при том, что старый производственный комплекс в набережных Челнах сейчас официально имеет мощность в 70 тысяч. Впрочем, с развитием есть трудности. Например, пресловутый дефицит рабочих рук, из-за чего в Челнах нанимают даже мигрантов. В столице найти персонал, включая инженерный, будет проще. Хотя, например, компания Рено считала иначе. Напомним, что московский завод, который теперь называется «Москвичом», французы хотели закрыть, а выпуск Каптюров и Дастеров перенести в Тольятти. Пока одни возводят новые заводы, другие пытаются перезапустить старые. Так, ещё с осени 22 года законсервирован петербургский конвейер Тойоты. До этого предприятие на протяжении 15 лет выпускало седаны Кэмбри и кроссоверы RAV4. За последние полгода даже на правительственном уровне не раз анонсировалось, что площадка после долгого простоя займётся выпуском автомобилей под маркой «Аурус». И вот, договор об этом на ПМФ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «Ауруса» Андрей Панков. По-прежнему не объявлено, о каких именно автомобилях идёт речь. Однако очевидно, что петербуржская площадка не будет заниматься сборкой флагманских сенатов и комендантов. Скорее всего, новоиспечёнными «Аурусами» станут автомобили китайской марки «Хунци», она же «Хончи», она же «Красное знамя». Интересно, что сборкой таких уже занимается белорусский «Юнисон», причём проект трёхсторонний. В нём помимо завода и белорусского правительства участвует и московское представительство материнского концерна «Фау», которое и занимается импортом «Хунци» в Россию.